Громкое увольнение в Белом доме. От Дональда Трампа ушел экономический советник. Гаррикон не согласен с планами президента ввести пошлины на импорт ряда товаров. Эта мера может спровоцировать торговую войну между США и Европой. Чем грозит Вашингтон и какой ответ готовит Брюссель? Татьяна Лагунова подробнее. В шаге от войны торговой Дональд Трамп собирается ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия, чтобы защитить интересы страны и оздоровить американскую экономику. Европа воевать готова и уже продумывает свой ответ. 25% на стали, 10% на алюминий. Это пошлины, которыми Дональд Трамп собирается обложить импортеров. Официальное решение пока не подписано, но хозяин Белого дома пообещал американским бизнесменам. Он не передумает. Итак, мы, вероятно, увидимся на следующей неделе и подпишем это решение. И у Вас впервые за долгое время будет защита государства. И Вы сможете снова развивать свои отрасли. Это все, о чем я Вас прошу. Пересмотреть решение просят торговые партнеры США и главные экспортеры металлов на американский рынок. У США и Канады значительная торговая сальда по стали. Мы покупаем сталь у них, а они у нас. Эти цепочки поставок настолько интегрированы, что введение пошлин ударит как по Канаде, так и по США. Поэтому мы считаем это предложение неприемлемым. Мы надеемся, что найдем возможность сообщить США. Поставки стали и алюминия из Японии, страны-партнера, не представляют угрозы для американской национальной безопасности. Немедленно с реакцией и Евросоюз в Брюсселе заявили, протекционизм не пройдет. Мы сожалеем об этом шаге. Он представляет собой вопиющее вмешательство ради защиты американской промышленности и не может быть оправдан соображениями национальной безопасности. Протекционизм не может быть ответом на общую проблему в сталилитейном секторе. Этот шаг вместо решения проблем может только усугубить ситуацию. Причем намекнули в Брюсселе одними заявлениями. Европа не ограничится. Европа готова дать отпор и ввести ответные зеркальные пошлины. Список уже набросали и он куда длиннее и разнообразнее американского. Среди предложений пошлины на джинсы, футболки, рис, кукурузу, апельсиновый сок, косметику, мотоциклы, яхты и даже бурбон. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.